Я вижу в ней знаменование чего-то высшего, и часто мнится, что из других времен пришла она. Это строки о Жанне Дарк из Ирлеанской Девы Фридриха Шиллера. Ее появление задолго до того, как она родилась на свет, возвестило древнее пророчество волшебника Мерлина. Из дубового леса выйдет Дева и принесет бальзам для ран. Она возьмет крепости и своим дыханием иссушит источники зла. Франция, XV век. Время Столетней войны Франции и Англии. Перемирия чередуются с военными действиями, и кажется, что им не будет конца. Внутренние междоусобицы раздирают страну, в которой нет короля. Есть дофин, Карл VII, наследник престола, некоронованный властитель, сомневающийся во всем – в себе, в своих правах на корону. Дубовый лес был напротив селения, в котором родилась Жанна Д'Арк. Она пасла овец, шила, сидела за прялкой. Чему еще может научиться простая крестьянская девушка в маленькой французской деревушке? И только в сердце ее с самого детства жила надежда о мире для истрадавшейся Родины. В 13 лет Жанна впервые услышит голоса. Узнает о своей особой судьбе и предназначении – быть спасительницей Франции. Испугается. Но первый страх скоро пройдет. Его заменят любовь и полное доверие к своим божественным покровителям – святому Михаилу и позже – святой Екатерине и святой Маргарите. «Мои сестры из рая», – говорила она про них. И позже на процессе рассказывала. «Я всегда вижу их в одном и том же облике. Их лица увенчаны богато. Об их одежде я ничего не знаю. Я вижу лицо. Я целовала землю после их ухода на том месте, где они были. И когда они уходили, я плакала. Мне хотелось, чтобы они взяли меня с собой». В одно время видения и голоса становятся особенно явными. «Чего ждешь ты? Почему не идешь по пути, который предназначил тебе Царь Небесный? Без тебя гибнет Франция, разоряются города». Жанна говорила, что она всего лишь бедная девушка, не умеет ездить верхом и сражаться. А в ответ «Не спрашивай, как это будет, раз на то воля Божья она будет и на земле». Юная девушка покинет родной дом и отправится навстречу судьбе. Во имя спасения короля Франции и освобождения любимой родины от англичан. Она больше не сомневается. Когда сражается сам Господь, не все ли равно, какая рука держит меч, сильная или слабая? Я пришла, чтобы попросить Робера де Бодрикура проводить меня к королю или дать мне провожатых. Поистине, ни короли, ни герцоги, никто на свете не спасет королевство французское и не поможет ему. Никто, кроме меня. «Я предпочла бы прясть подле моей бедной матери, как мне и подобает, но нужно, чтобы я пошла и сделала это, ибо так хочет мой господин». На вопрос Бодрикура представителя короля «Кто ее господин?» Жанна ответила просто «Царь небесный». То было чудо, которое произошло с дофином после его встречи с Жанной Д'Арк. Карл потрясен. «Она сказала мне то, что не мог знать никто другой, кроме самого Господа Бога». Достоверно так и неизвестно, о чем говорили Карл VII и Жанна. По одной из версий, она повторила слова его молитвы, обращенные ко Всевышнему с просьбой вернуть Франции короля и независимость. Меч и знамя она обрела в Туре, городе ярмарок и цехов, известном своими искусными мастерами. Знамени Жанна уделила особенно много забот. Она разыскала художника шотландского мастера, и он изготовил для нее длинное белое полотнище, обшитое шелковой бахромой. На одной стороне знамени, усеянной золотыми лилиями, художник изобразил вседержателя на фоне радуги с двумя архангелами по бокам. На оборотной стороне – голубку, символ чистоты и мира. Гербом Жанны стал украшенный лилиями меч, спарящий над ним короной. В мастерской оружейника по королевскому приказу ей сделали рыцарский костюм. Латы были белого цвета. Турский портной шил для нее кафтан из белого сукна. Такие кафтаны командиры надевали поверх латы. «Я не боюсь ничего, кроме предательства», – говорила Жанна Д'Арк. «Я люблю свой меч, но в сорок раз больше люблю свое знамя». Девять дней понадобилось Жанне Д'Арк, чтобы снять осаду Сорлеана, длившуюся более двухсот дней. Это было первой большой удачей французских солдат, давно уже утративших вкус победы. Военные командиры, соратники Жанны, считали, что она нужна им, как солнце, плодородной земле. Они полагали, что она может вырастить урожай, но собирать его считали своим делом. Они суеверно чтили ее, как существо, наделенное сверхъестественной силой и потому способны совершить то, чего не могли сделать они – вдохнуть жизни, мужество в армию отчаявшихся неудачников и превратить ее в армию героев. Жанна Лансон, который в те дни был главнокомандующим, много лет спустя вспоминал. Она разбиралась во всем, что имеет отношение к войне, могла вонзить пику и провести смотр войска, выстроить армию в боевой порядок и разместить пушки. Все удивлялись, что она была столь же осмотрительна в своих действиях, как боевой командир с двадцатилетним опытом сражений. Отправляясь на битву, Жанна держала в одной руке знамя, а в другой – меч. Но меч служил ей лишь для отражения ударов. Как утверждают очевидцы, Жанна никогда и никого не убивала. Более того, после сражения она оплакивала всех, кто погиб в бою – своих и чужих. «Добрые люди подобны звездам, светилам того века, в котором они живут, озаряя свои времена», – говорил современник Шекспира, английский поэт Бен Джонсон. «Она делала все лучше других не потому, что обладала знаниями», – напишет о Жанне Анатоль Франц. «Она знала еще меньше своих солдат, но у нее было большое сердце. Если каждый помышлял только о себе, то она думала обо всех. Если каждый охранял в первую очередь себя, то она не береглась вовсе, так как заранее обрекла себя на все». Коронация Карла VII прошла в Реймсе, в кафедральном соборе, где традиционно короновались французские монархи. На том, что эти торжества должны пройти именно в Реймсе, настояла Жанна, и путь к нему она проложила триумфальным шествием своей армии. На церемонии Жанна появилась в ярко-красном плаще и со своим ангельским штандартом, что не предусматривалось никакими правилами. «Зачем ты принесла свое знамя в церковь?» – спросил ее архиепископ. Орлеанская дева ответила, «Оно было в труде и по праву должно находиться в почете». После победы под Орлеаном и коронации Карла VII слава Жанны возросла необычайно. А вот король и его ближайшее окружение стали проявлять к ней все больше недоверия. Ей не дадут войска для похода на Париж, а вскоре дворцовые интриги и вовсе приведут к открытому предательству со стороны короля. Жанна попадет в плен к бургундцам, а те за десять тысяч золотых продадут ее англичанам. Французский монарх, обязанный ей престолом, даже не попытается ее спасти. Покинутая всеми, юная девушка останется в одиночестве против 132 членов трибунала – кардинала, епископов, профессоров теологии, ученых аббатов и священников. В вопросах судей Жанну подстерегали ловушки, но она всегда избегала их, отвечая достойно и просто. Сброшенная, как могли говорить с ней святые, если они не имеют органов речи, отвечала, «Я оставляю это на усмотрение Господа». Их голос был красив, мягок и звучал по-французски. На сомнение судей, что для столь важной миссии была выбрана столь простая и невежественная девушка, Жанна лишь улыбнулась. Она могла бы напомнить им, что Господь не отдает предпочтения знатным и для великих дел чаще избирает своим орудием смиренных и простых людей, нежели епископов и кардиналов, но она ответит проще. Господь волен избирать орудием своей воли кого захочет. Обвиненная в ереси и колдовстве, Орлеанская деви церковный суд вынес смертный приговор. 30 мая 1431 года на площади Старого рынка в Руане собралось около десяти тысяч человек. Все они плакали. Говорят, когда Жанна поднималась на костер, один из английских солдат отдал ей честь. И кто-то видел выпорхнувшую из языков пламени белую голубку. Уж около шести веков минуло с того дня, как была сожжена Жанна де Арк. Ей было 19 лет. Почти всю свою жизнь, 17 лет, она была никому не ведомой Жанеттой из Дом Реми. Ее соседи потом скажут, такая как другие. Один год, всего один год она была прославленной Жанной Девой, спасительницей Франции. Ее соратники потом скажут, как если бы она была капитаном, воевавшим 20 или 30 лет. Еще один год, целый год, она была военнопленной и подсудимой Трибунала Инквизиции. Ее судьи потом скажут, великий ученый и тот с трудом ответил бы на вопросы, которые ей задавали. Конечно, она не была такой, как все. Конечно, она не была капитаном. И уж точно, она не была ученым. И вместе с тем, все это в ней было. Помните, она говорила, я не боюсь ничего, кроме предательства. Я люблю свой меч, но в сорок раз больше люблю свое знамя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok